10 секунд 12 мая. Только Дота на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tipo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube канале Dota SLTV Что ж, доброго времени суток всем еще раз, дорогие друзья. С вами God Hunt. Это квалификации Азии к International и MidTrust против Zephyr Dota. Еще буквально несколько минут назад ребята из Zephyr Dota проиграли Минески. Обидное поражение. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Как она сейчас выглядит. Ну же, турнирная таблица. Покажись. Пошла турнирная таблица. Команда Arrow расположилась на первой строчке. Три матча. Три победы. Девять очков. Следом за ними идут Orange. Две игры. Две победы. Шесть очков. Хиксы. Две игры. Одна победа. Одно поражение. Но, а соперники. Мид Хим. Две игры. Два поражения у них на данный момент. Играют они против Zephyr. У которых 1-1. Ну и мы можем, наверное, вернуться к пикам. Угадал я? Нет? Нет. Не угадал. Конечно же. Куда мне? Ну и смотрим. Кентавр. Фёрст пиком. Да. Мид Траст. Зефиры будут отвечать двумя пиками сразу. Кстати, очень много потратили времени уже. Минус. Инвокер и Бэтрайвер есть в банах. Ликантроп и Дерево убрали Мид Хейт. Тут же забирают себе Висп. Тини. Сразу забирают готовую связочку. Ну а тут Кентавр, Варраннер и Дизраптор. Посмотрим. Смогут ли Мид Траст преломить череду неудач и получить хоть одну победу. Третий бан минус Банша. Баншу использовали в своей первой игре Зефиры. И с помощью неё, кстати, выиграли. Хотя там она была, я думаю, не ключевым персонажем. Я её не кастил. Но судя по айтемам, радиансы и так далее, не факт, что это была важная задумка стратегии. Минус Эмбер Спирит от Зефиров. Кто пойдёт под Тини. 5 секунд remaining. 5 секунд remaining. Резерв time. Resolve time. Минута 20 бонус тайма. Отправили Ласту к Вилату и за ними вы можете смотреть на первом канале. Всё-таки ребятам потруднее. Они сегодня всю ночь трудились, пока я лечил связочки и отдыхал. Теперь, наверное, могу их заменить и поработать немного. Минус Дарксир. Тут же от Вайпера избавляется Зефир. Очень быстро забанили. Ну и третий пик. Пойдёт ли опять какая-то ОЕ задумка и связка? Сейчас узнаем. Может быть какой-то Магнус? Или же не будет Магнуса? Сейчас посмотрим. В любом случае в течение минуты нужны Зефир. Это Пак. Магнус 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 Третий Пик Ну у них еще минута бонус и мы есть. Это Райт Кинг Неплохой выбор в купе с Дизраптором, который может Глимсом вернуть под Кентавра и Кингам Могут вдвоем навалять неплохо Вопрос, получится это реализовать или нет Но вообще Дизраптор уже неплохо заезжает против Виспа Который его Глимсом может вернуть после релокейта, как только тот прилетит Ну, либо Тинника и Виспа оприходовать на выбор, как захотят Никс Ассасин четвертым пиком Ну и что должно появиться Непонятно кем здесь будет Кинг, либо это Саппорт, либо Мейн Керри Но в случае не хватает Мидера Мидер появится 100% Кто пойдет против пака Может быть это будет Шторм Спирит Может это будет кто-то другой А Д может появиться, в принципе неплохо себя чувствовать Нет, это Вивер И Вивер скорее всего в качестве Мейн Керри То есть Кинг здесь будет Суппортирующим Пятый бан Должен быть минус Мид И минус Рубик Банятся почему-то Саппорт Неужели уверены в том, что Здесь Кинг будет в роли Мейн Керри? Мне почему-то кажется, что это обычный Суппорт на Лайне Будет со Станом под Вивера Дилайв Стила Ну и минус Аппарат, чтобы не контрить Под Хилл и Лича тут же забирают Зефиры Что ж, последний пик от Мид Хофф Тоже появится Если появляется Мидер Все становится на свои места Если появляется не Мидер Может что-то поменяться Резерв тайм В любом случае, через 30 секунд пик мы увидим 15 секунд и Мид Траст Я не знаю, кто может появиться Вот честно Они походу сами не знают, кто может появиться Судя по тому, сколько времени тратится на пик Это Энигма Все-таки появляется Лесной Суппорт И вот сейчас я не понимаю, как будет выглядеть Мид Неужели туда отправится Вивер Либо туда отправится Кинг Хоть убейте, я не знаю Ну что, мы ждем, когда допрыгают на героев Мид Хи Главное не забыть убрать табличку Да Вот она табличка Ушла И у нас геймпауз Что-то случилось у Дизраптора Ладно, давайте пока пройдемся немного по составам Кто на ком и кто куда Команда Зефир Йосин играет на Виспе Блиц Дота Никс Ассасин Коури На Тине Пурш играет на Личе Секси Бомбоя Пак Команда Мид ТНК Дизраптор Бамбел Эникма АА Б АА играет на Кентаври Кут Вивер И Лейкс играет на Райт Кинге Ну и чего-то мы ждем Кто-то отошел в туалет Да, бьют посуду Бывается такое Гоу пишет Митхи Ждем подтверждения от Зефиров Да, есть подтверждения И мы продолжаем Гоу Фрэнс Пишет Секси Бомбо Дружелюбный малый Никс, никс, никс Ну и сейчас посмотрим Кто куда отправится Эникма должна сажать Крипа на оффлейне Чтобы сдвинуть Лайн немного к вышке Но вот пока мы видим Что Эникма идет Почему-то в лес Возможно И не будет попытки Сажать Крипа Сегодня играют на Арк против Ликвид Да, но проигравшая команда Едет на Интернешнл В качестве Вайлдкарда Точнее, ну В качестве команды Которая если что Подменяет Не приехавшую Или еще кое-либо Или сражается Там с кем-то За Еще один слот В том случае Вторая команда Едет на Интернешнл То есть И Нар И Ликвид Уже гарантировали Себе путевки Поэтому Осталось только приехать Ну и что Тут Ганг В смоке был Который вроде как Раскусил Вивер И цепануть его Не получилось Что Кинг Все будет для них Все будет для них Не так-то просто Ну и Зилейн Висп Тинни Тут все понятно Ничего удивительного Кстати Дабла Плюс Дабла Будет в исполнении Зефира В Медле Стоит Никс Я-то думал Там будет Пак И Кентавр От Митхоф В Медле На топ Отправляется Вивер Вот Топ Лейн Скелетон Кинг Это вообще Интересная Расстановка Я думаю Что крипам Будет проблематично Проходить Висп У вас может Харасить Безнаказанно В общем Мало что он Здесь вывезет Кроме уровня Не знаю В чем задумка Задумка Медловый Кентавр Быстрый Шестой уровень Получения Ультимейта Да Возможно Возможно Быстрый Дабл Эдж И седьмой Уровень Который Наносит Очень много Дэмэджа И попытка Щемить Саппортов Посмотрим Так В Медле Что 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 Тут Просел Уже Плотненько Никс Но к нему Прилетает Ботл Сейчас Отопьется Все будет Нормально Маны Нету Кентавра Но это Обременяет Его только Недостатком Стана Дабл Эдж Он сможет Кидать Без всяких Проблем Да Как то Вот так 0-0 Я даже не знаю Где будет Фирт Млад Возможно На топе Будет попытка Цепануть Дезраптору И не так Много ХП Сейчас Лич Новый Будет Его Подхорашивать И убьют Потому что Кинга Здесь трудно Зацепить Один Стан Только У Тини Слишком Много ХП Толстоват Три Армора Имеется На первом уровне Так что Не все Так просто Тинник Вот важно Чтобы висп Здесь не мешал Контролирует Хасту Хасту Он так Понимает Для нихса Оставляет Здесь мало Что сделает Отдачу Прокачал Единичку Здесь уже Кентавр В медле Ну что Хасту Забрал Висп Да Забрал Висп Хасту Не стал Оставлять Под банку Никсу По крипам 12 на 5 У Тинника 11 Нет 12 на 1 У Энигмы В лесу 11 на 2 У Пака На оффлейне Очень неплохо Здесь кстати Чувствует По сравнению С Вивером Тем же Вивер Начинает Грызть Пуржа Пошли Жуки Минус Армор Есть Надо Жука Обстреливать Это Ферстбланд Дорогие друзья Забирает Вивера Здесь еще И у Бомбоя Могут Проблема Он отсюда Улетает Но на нем Еще висит Жук Есть Вижен Но в догонку Не пойдут И Митхи Открывают Счет В этом матче На третьей минуте ФБ Минус Вроде как Неплохой Лайн Начинался Для Зефиров И должны были Стоять Не особо Мучиться Но что-то Пошло Не так Ну Здесь Есть Понятное Дело Задумка На Мид Лейт Гейм Это Вис Плюс Тини Главное До нее Дожить Вот так Не фидонить Конечно Это оффлейн И здесь Смерть Простительно Но лич Слишком Глубоко Зашел Пошел Там Контролить Что-то И не пошло Пак Не стал Запрыгивать Хотя Сейчас С помощью Сайланс Можно было И забрать Попробовать Есть Шикуча Еще Я не знаю Чего Постеснялся Бомбо Прыгнуть На Арбу Хотя бы Через Шифт Можно было бы И Потыкать Немного Постеснялся Не фармит Неужели Это будет Фаст Мидас Ну Судя по количеству Денег Утиника Да Это будет Мидас Или Не будет Мидас Ну что Появится Рецепт И Появится Сразу Мидас Целиком Что Прилетело Пак Ну Талисман Обузит Боттл Получает Пятый Уровень Тини Дай Сюда Висп Висп Пока без Боттла Взетка Она Капает У скельтон Кинга Пять Крипов Третий Уровень Кстати Качается Через Плюсики И станы Стандартная Раскачка Не знаю Кстати Почему он Решил Не качать Вампире Кауру Которая Не помешала Виверу В принципе И Лич Приобретает Тепа И улетает На базу Интересная Задумка От Пуджа И пешком Возвращается На топ Что он подумал Что его не выпустят Уже с магазина Интересный мув Тогда был Зачем бы его приходить В этот магазин Ну и Кори Продолжает фармить Летит Я так понимаю К нему рецепт На Мидас Да Вот он прилетает Тут же идет Затаривать Мидас 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 Почти шестой урин Есть Ну и пятая минута Мидас В принципе тайминговая И очень хорошо Тиник на полном фрифарме Топовый крипс Отс на карте Почти 40 На щелку Уже следом идет Энигма лесная 29 Вот 30 Ну и кентавр Из медла 23 на 5 Против Никса 23 на 4 Очень ровно себя чувствует У Никса кстати есть уже Виндетта И можно пробовать С ТП куда-то прилететь И реализовать ее Но пока он этого не делает Так вернули У пуржа Проблемы Пошла нова Грызут его на нем Жук Ну никуда он отсюда не уйдет Это очередной фраг Погибает еще и висп На ботами Сюда кентавр пробежал С ультимейтом И кори может отсюда не уйти Сейчас на стан еще один хватит А на него хватит Полетел стан У Тиник тоже огромные проблемы Дабл Эдж есть И минус Тини Погибает тем временем Дезераптор на топе Кто его сгрыз кстати Сейчас я посмотрю Нет не посмотрю Дорогие друзья Но кто-то Дезераптора убил Это единственный килл Команды Зефир И принадлежит он Ну вот как раз Блиц Дота На Никсе Сместился на топ И с помощью Виндетты Я так понимаю Забрал Да Дезераптора Ну вот то что Вивер уже имеет Так вилу и сапог Это не к добру Дабл дэмэдж Забирает здесь Кентавр Вараннер Четвертый Дабл Эдж И есть Транквилы С помощью которых Может спокойно Стоять на лайне И регениться Никто ему Тут ничего не помешает Делать Никс Еще и курьера Потеряли Дезефир Лолд Они сейчас Очень сильно Уже проваливаются По золоту Две тысячи Проигрывают На седьмой минуте У Бомбоа Ничего нету Тысяча на руках И Ботл Это очень неприятно Для него Здесь кинг уже Шестого уровня Есть реинкарнация И теперь Оффлейнера забирать Как такового смысла Нет Потому что он встанет За это время Будет под сейв ТП Они прилетят И Нигма Появился Блэкхол И тут же в смоке Выходят на ботом Где можно цепануть Тинника и Веспа Можно Можно Пробовать Шар У Шара проблемы Ульт Кентавра Даблэдж Минус шары Должен быть Блэкхол Или даже без Блэкхола Да Тут просто справляются И так Есть Блэкхол По двоим Запихивают Кентавра Сбивается Блэкхол Минус два Уже есть Нигс пытается уйти Очень больно Ему напинывают Под Ринкарнешном Сильный слоу был И отсюда Свои всему не уходят Да Минус Три В исполнении Команды Минх Потеряли здесь Кентавра Ну я не считаю Что Райт Кинга Потеряли Потому что Это Ринкарнация Была Есть у него уже ПТ И восьмой уровень Все великолепно Жалко конечно Что Мидер умер Но у Мидера Полторы тысячи И скоро появится Даггер Сейчас должны Отгонять здесь Скельтон Кинга Все таки Ринкарнации больше нет И лучше не подставляться Ну а Тиник с Мидасом Хейтер Мидасов Конечно же У Кентавра есть Инвиз Через 30 секунд Будет Ультимейт Можно пробовать А Блэк Хоу Я считаю Реализованный И рад Что его потратили На таком Раннем сроке игры Потому что Любят люди его Оставлять до 40 минуты И не юзать Вот пришли Да На секунду На полторы Задизейбли Убили Так что Все правильно Кто-то летит Виверу Или это ПТ Собралось И все Да у Вивера Все не очень По крипам Скажем так Пошел на пуджа Пойдут ли жуки Пошли жуки Грызет Если что Антаймлакс нету Ульт От кентавра И уходит Отсюда Вверх А вот В медле Не уходит Пак Лич 52 хп Выживает И должны Таранить Вышку В медле Фортификейшн Есть Энигма Конверсия Через секунду Можно остаться В принципе Или нельзя Прикольный вард Да Пошла Конверсия Ну вот Сейчас Скельтон Кинг Подставился На ботами Висп Правда Забирает Килл И совсем Скоро Будет Штой Урани Релокейт Фортификейшн Проюзали Вряд ли Эта вышку Спасет Ээээ Здесь Недмята Да Минус Вышка Причем Забирают Ее Два Крипа Икс Виндетты Нет Сигналит Молд Здесь Импейл По троим Маноберн Пак Дримкоил На троих Пролетает Продмим Иллюзорер Накрывают Сайленсом Пак Ничего сделать Не сможет Подходит Сюда Тинни Зачем же так Перебыковал Здесь Дизраптор И дизраптор Просто отдается Даггер Надо уходить Отсюда Здесь будет Сейчас просто Отдача Минус два На пустом месте Митхи делают В своей команде Грубо говоря Не знаю Зачем они вообще Остались после тавера Тут Даже когда Был импейл По троим Не стали уходить Остались Вивер Жуки пошли Пурш Раз Тычка Два Тычка Сжирает здесь Вивер Аквил И ПТ Все что ему надо Потерялся там Еще тем временем И Никс Реинкарнации Через Грубо говоря Минуту Вивера Все здорово Можно смещаться На топ Или ботом Добивать нам вышки На ботами 300 хп 400 На топе 660 Да Можно идти И сносить Китавра Разбирает Еще и пак Один раз Это 11-5 4 тысячи Уже с лишним Почти 5 Выиграют Митхи Это всего лишь 11-ая минута Цепляют здесь Энигма Минус Тини Как же жестко Сейчас играют Митхи Да Пророчили Зефиром Здесь Топовые места На квалификациях Но Что-то пошло Не так И Минус Очередная Вышка Ну Энигма Есть уже Мека Даггер Появляется Скелетон Кинга Not bad Всего лишь 12-ая минута Оффлейнер Уже с Даггером Да Нормально Наваливают Тинник Релокейт Висп улетает Один Ой-ой-ой-ой Проблемы могут быть Виспа Нет Не будет Проблемы Виспа Забирают Здесь Кентавра Будет ли врываться Вивер Тем временем Опять погибает Пак Медловый Пак Это Какой медловый Он стоял на Изелине Это вообще Проблемы У Пуржа Проблемы Пурж Лимцом Вернул Пошел чайник Чайник Летает по крипам Ну и Пурж Отсюда не уйдет Скорее всего Хотя нет Хотя Еще тысячка Да Наверное Добьет его Молния Отсюда Может Харапасы Если подкоп Нет Импейла Еще долго Нет Ставится СН3 Тем временем Даблкил От Схильтон Кингу Которого есть Реинкарнация Но ее не потратили И лучше ее не тратить Сейчас Потому что До 11 уровня Остается буквально 30 опыта И Их лучше получить Даблдэмэдж Четвертая Аура Вемпиризма Вивер Под ней Может творить Просто С ума Сбродие Что 16-6 16-6 Вивер Может быть Какой-то Кристаллис Нет Две стоны В руках Ничего не приобретает Кентавр С даблдэмэджем В Ботли У пака 700 хп Сейчас Просто будет Даггер Стан Малифейс Тычка Бомбоя Сколько еще там 1-4-2 Все ужасно У пака Ну и Спайстерилокейт Можно Вроде Куда-то Залететь Вышка На ботами Потихонечку Потихонечку Но Просаживается Полтавра Практически Заходно Забирают Здесь Энегмята Да 1000 хп Отвалилось С второго Заходом Могут Спокойно Забрать Здесь Кентавр Ходит на Лайн Даблэдж Крипов Ушатал Можно Проводить Вышку Побить Стан Влеча Пак Будет ли Запрыгивать Пак Не прыгает Пурш еле Живой Горит Еще Ну Уходит Уходит Тем временем Вивер Персиверенс Да Пойдет Все же В линку Почему-то Начал Не с ультимейт Орбо Хотя Она Не помешала Минус Вышка Релокейт Тут же Накрывают И Минус Виск Как я и говорил Это прямая Контра Пак Уходит На арбу Будет ли Даггер Даггера Не будет Запрыгнул Кинг Но Была Еще Секунда До Отката Стана 18-6 ТП На топ Тем временем Вивер Грызет Тинника Есть Таймлапс Если что Минус Армор На стакл Супички Очень болезненные Попадает Еще и стик Если что Улетает Отсюда Тинни И Вышка Сейчас Будет Отваливаться Здесь Крипы Есть Аквилка Можно Таранить Будут Ли Юзать Фортификейшн Чтобы Задефать Пока Не Юзует Ну Если Все Разберет Вышку Да 1800 Вот И Он Ультимейтор Практически Вырисовывался Че Форстаф Сейчас Появится У Кентавра И Более 10 Тысяч Преимущества Уже У Митхоф На Всего лишь 16 Минуте По Икспе Также Десятка Ну И с Глимсом Можно Идти Гангать Кентавр В инвизе Видит Тинни Пошел Первый Стан Запри Ее Это Отличный Стан Подвоим Дабл Эш Пошло Тинник Еле Живой Пока Пытается Выжить Висплоп Отхиливать Пошел Чайник Вивер Погибает Здесь Вивер Остается Реинкарнация Будет Вистан Вивер Байбэк На таймлапсе Вернулся Забьют Корея Должны Да Забивают Корея Если Жуки Жуков Нет Но Пурш Отсюда Может Не уйти Хотя Нет Вивер До конца Не пошел Еле Живой Тут все Еле Живые В принципе Вернули На глимсе Вендетту Если Вижен Кентавр Запрыгнул Ставится Сентри Из Дабл Эджа Отваливается Здесь И Никс Ассасин 21 7 Это 3 или 4 в 1 Что Очень Неприятно Байбэк Здесь Делал Вивер Немного Придется Повременить Теперь С ультимей Торвом Хотя Если Сейчас Энигма Навалится На тавр Возможно И не Придется Тавр Падает Достаточно Быстро Ну Кончились Энигмята Поэтому Усё Форстаф Прилетает Кентавру Есть 11 уровень Кстати Не прокачал Он ультимейт В двойку Я думаю Что это был Мисклик Сейчас Получит 11 уровень И Апнет Ультимейт Там Тем временем Рошан Есть Уже Некра Вторые Некра Даже Есть У Энигмы Тут С бешеным Отхилом От Скельтон Кинга Проблем Нет Рошан Скорее Сего Упадет Это Точно Уже Будет Ультимейт Торв Если Его Ещё Виверу Оставят Будет Вообще Великолепно Это Не Вивер Он Остается Но Зато Аегис Забирает Джук Паук Пак Пак Улетает На Иллюзор Арбе Трудно Подставится Будет Будет Лидагер Есть Дагер Что Попытка Сделать Теп Аут Но Я думаю Не Успеет Да Сбивает Теп Аут Конечно Прилетит Сюда Виск Есть Виск Есть Энигма Забирает На Релакете И Габелла Здесь Круглому Будет Потому что Лицо Ему К лапку Набьют А тут же Получает Стан Дабл Эдж Минус И 30 секунд Не будут Пойдут Спокойно Заберут Т2 На Топе Которого 1200 ХП Я думаю Помешать Мало Кто Сможет Энигма С Блэкхоллом Вторые Эникра Сейчас Уже Будут Третий Я думаю Не так Много Времени Осталось До Захода На Хайграунд Вы Харасит Вышку Энигма Конверсию Кого Пак Добивает Пака Это Я не знаю Какая у него Уже Смерть Шестая Смерть Пошла Мека И Падает 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 Тавер Возможно Сразу Сместятся В мидл Заберут Там Еще Вышку Что Было Наверное Правильно Да Это И происходит Смещаются В мидл Нужно Остановить Крепочков 23 7 Очень Давно Никого Не убивали Ребята Из Зефир Уже Более 15 12000 Преимущества По золоту 14000 По xp И все Постоянно Фуловые За счет Четвертой Вампири Гауры Вер 3300 На руках Вот они Третий Некра Пошли Третий Некра Тут же Вышка Сейчас Будет Просто Разваливаться Мгновенно Отваливается Вышка Есть Фортификейшн Но его Не юзает Оставляют На хайграунд Забирает Вышку Вивер У него Кстати Хватает Уже На линку Но он По какой-то Причине Ее не покупает Никс Покупает Дайгер У Тинника Нет ничего У него Мидос Барабан Угр Клаб Да Огоним И еще Просто Тьма Золото Манаберн Бак Зайвай Тищечку Но В любом Случай 550 КП У вышки С этого Захода Отвалилась Вивер Может Продолжать Наглеть У него Есть Айегис Не хочет Наглеть Вивер Три минуты До конца Айегиса Что он Приобрелся Линку Все-таки Да Все-таки Это Линка И она Сейчас Прилетит К своему Владельцу Так сказать Будет ли Собирать Дайгер И Нигма Каспер Сегодня Вечером Проснется И придет Комментировать Вам Финальный Матч Бомбоя Стан Вивер Тут же Бомбоя Фидонит Просто Я не знаю Ему Нужен ПТ Явно Не на интеллект Носить Это не Какое-то Оскорбление Это к тому Что ХП ему Не хватает Явно И Надо Какой-нибудь Брейсер Лишний Приобрести Чтобы Хоть Как-то Переживать Раскасты Потому что Пока У него У него Все Очень Плохо Гем Приобретает Уже Кинг Еще 300 На руках Есть Блейд Мейл Кого Правда Я не знаю Тинника Наверное Откидывается Откидывается Потихонечку Потихонечку Тавр будет Просаживаться Пол хп Ему сбрили Здесь вивер Поднялся на хайграунд Есть таймлапс Если что Шумпыкует Посмотрите Повесил жуков Да он знает Что он сможет От крипов Отрегениться За счет Вампири Кауры Запрыгнул Стан Виспа Виспа Надо забрать Чем быстро Блейд Мейл Минус Висп Будет ли Виспа Байбэк Пока нет Накрывают Сайланса Ну на этом Драка В принципе Окончена Теряли Кентавра Запрыгивает Кинг Интернация Все медлены Пошли жуки Повесли Повесли на Никсе Никс погибает Жив Пока Скилтон Кинг Отходит Минус вышка Начинают бить бараки Запрыгивать Либо будет пак Нет Не будет пак Запрыгивать Кто там еще Кто-то страдает Там вивер Наглеет под вышкой Делает таймлапс И милишный барак Должен был бы упасть Если бы не фортификейшн Фортификейшн Немного Отсрачивает Момент его падения Ну пока депают На виспа Грызается Вивер Пару трех утычек Пошла просветка Вернули виспа Будет ли блэк холл Блэк холл В троих Пошло 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 Он тут же сбивается Он чайником Я так понимаю И В любом случае Пока только минус лист Кинник тоже может погибнуть Но забирает он здесь Скельтон Кинга Где вивер Вивер гоняет пака У пака еще шифт есть Пак уходит Вивер тоже уходит Барак Не снесли Дорогие друзья 330 хп у него осталось И Судя по всему Не снесут Форстав Стану По карпосям Пошли жучки Дабл эдж Ульт от Кентавра Закрывает Никуда отсюда не деться И минус Никс 50 секунд Его не будет Виверу нужно Как-то что-то зайти Добить барак В любом случае Линка есть Курьера нет У команды Мит Потеряли Они его В пылу Битвы У Вивера пропала Егис Три генела Сонда Фула Что у Кентавра Кентавра Ничего пока Ну вот нужно Добить Миличный барак Уже 500 хп Регенится Назад И у Тинника Появляется Аганим Что у Кентавра Рецепт на Пайп Осталось Добить Хедреску Которая Возможно К нему летела Ой-ой-ой-ой Консоль К Что Энигма Через 80 секунд Опять будет Блэкхолл Собирает Я так понимаю БКБ Ну что Да Блэкхолл Она дает Неплохие Но тут же Кто-то Сбивает Народ Обычно Под них Нормально Попадает Ну и Сторону Снести Не получилось Что по графикам 15 тысяч По прежнему Преимущество У Митхов По экспе И по золоту Что за ход По ботам Решили сделать 3 800 У Вивера Через 50 секунд Появится Курьер Прилетит Скорее всего Сразу же Пайп Для Кентавра И с ним Попроще Уже будет Рашан Через 2,5 минуты Появится Ну и Барак Уже почти Фуловый Даже при отсутствии Дерева В команде Милишний Барак Регенится Очень даже Хорошо 5 кп В секунду Улетает На топ Вивер Будет Подфармливать 4 400 Возможно Одним кликом Хочет купить Седь Изолятор Потому что На БКБ Это уже Хватает Тиме Свиспом Тут же Фортификейшн Есть 2 сейв тп Цепляют Виспа Дабл эдж Улетает через 4 секунды Но Суть всего Не улетает Да и поэтому Здесь останется И Тинник Должны закрывать Сейчас будет Да Глимс Вернули Стан Еще стан Дабл эдж Пытался Застелить Но не пошло Да Кинг забирает Фраг Дезолятор Появляется Уир Одним кликом Как я и говорил И сейчас Потихонечку Потихонечку Где-то допили Ну сейчас Можно без опаски Особой Заходить В мидл Прочекали Рошана Рошана Нет Где же пайп Должен лететь Лететь Вместе с Дезолятором Вера Становит Крипов 25 секунд Нет Это тени К этим Можно воспользоваться Блэкхолл Есть Можно попробовать Подраться Девять сотен Дубы КБ У Энигмы Надо заходить На Хайграунд Запрыгнул Стан Веспа Должен кто-то Присоединиться Кто присоединится Пока никто Все просто бьют Бараки Фрортификейшна Нет Должны успеть Спиливать Бараки Запрыгнул Бак Бак Упрыгивает Отсюда Ну и бараки Может некров Все-таки Заставить бить Бараки А не Крипов 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 Рядом стоят Понимаешь Крипов Это важно Ну и лишний Барак Упал Сайванс Пошел Уткинтавра Вгрызаются В тени Летает там Чайник по-троим Очень даже Неплохо Кинг встает Пойдет Да Без крита Справились Минус Никс Так-так-так-так Успокойся Дота Что ты делаешь Прекрати Тини Живой Откидывается Минус Скинтавр Залетает в него Стан Блэкхолл Тратить наверное Не буду Да Остается один Пак Это минус Одна сторона Как минимум Хотя наверное Сместятся И на вторую Что-то особо Стесняться Незачем Хотя крипы На топе Еще долго Не подойдут Можно Т4 Потаранить Нет Решили отойти Решили подпушить Остальные лайны Ну Наверное Правильное решение Играть надо на верочку Все-таки Это квалификация К интернешнл Ну и Очень сильно Вырисовывается И ясно Первая победа Для митхов Которые идут Пока 0-2 У Зефир Был 1-1 Сейчас что-то пошло Не так Падает Второй рошан Наверное Опять для вивера Хотя может Кентавр заберет Нет Виверу оставляет 3-4 Станруках Будет ли продавать Стики И приобретать Какой-то Глсонг Ясно Нет Не будет Все-таки Слот Егис Это временный Слот Ну и Пушится Ботом Потихонечку Потихонечку Энигмы С БКБ Пак Приобретает Дагон Но тут Дагон Вряд ли Ситуацию изменит Все-таки Там пайпы Все уже Достаточно Толстые Даже у того же Дизраптора Уже имеется Полторы тысячи ХП Пойнт бустер Огр Клаб Все На уровне Ну и Тут Пушить Ботом Да Все-таки Что-то Пропало У Вивера И он Должен Все купить БКБ Покупает Десятисекундный На топе Тем временем Тинни Пытается Подпушить Получает Шестнадцатый Урон Извиняюсь И Свистпом Они сейчас Быстро Этого Раба Забирать То есть Уже Третий Блэкхоул Говорят Можно подефать А можно просто Зайти С третьими Некрами И конверсией Вышка Отваливается Очень быстро Да И придется Лететь Сюда Дефать Начинают Смещаться Уже Пошел Фортификейшн Кто-то Остался На топе Но Всем Придется Лететь Потому что И сторона И вышка Упадет Очень быстро Под Некрами Ты Изолятором Смотрите Что происходит Бараки Бак Запрыгнул Очень много Дэмэджа Получил И Минус Еще одна Сторона Запрыгнул Тинни Тут же Закрывает Его Сайлансом Будет ли Глиб С кого-нибудь Хотя бы Назад Энигма В БКБ Неплохой В принципе МПЛ был От Никса Летает Здесь Чайник И может быть Даже Дезераптор Погибнет Нет Получает Турну Отходит Байбэк От Тинни Спаком Минус Три Суммарно Сделали Сейчас Митхи Но Без Разменов Тинни Стан Будет ли Блэкхол Да Есть Блэкхол У одного Никса Правда Но Этого Более Чем Достаточно Ник Здесь Погибнет Прожимает Карапаси Не смущает Это Вивер Он Под БКБ И Это Гуд Гейм Вел Плейд Скорее Всего Ребята От Команды Зефир Сейчас Прозвучит В чате Что Это Вторая Сторона 60 Секунд Не будет Тинни Он После Даже Убить Кинга Не получится Ну что Заход На Т4 Или На Топ Зефир Играют До Последнего Хотя Тут Уже В принципе Все Понятно Начинает Падать Т4 Сейчас Уже На Некра Откатится Откатывается Некра Пошли Первый Т4 Отвалил Сцепляют Пака Дабл Эдж Минус Пак Минус Т4 И Голый Трон Наваливается Просто Огромная Гапша Крипов Фортификейшна Нет Упадет Трон Судя по всему Даже без надписи GG в чат GG все-таки Пишут Зефиры Что ж Поздравляем С победой Команду МИТХ Это их первая Победа На квалификации Очень Очень Неплохо Сейчас Показали Красавцы Ну и Что Мы сейчас Будем Уходить На небольшую Рекламно-музыкальную Паузу После которой Нас ждет Матч Сейчас прям Секундочку И скажу Матч X Зистенс Против Минески Как-то Вот так А я Секундочку Отправляю Минески